С помощью сложения и вычитания решают задачи, в которых требуется найти число большее или меньшее, заданного на несколько единиц. Ответить на вопросы, насколько больше, насколько меньше, сколько всего, сколько осталось и так далее. Решение таких задач оформляется с помощью вопросов и ответов на них. Рассмотрим задачу. У Вити было 65 рублей. Из них он отдал 30 закупленное мороженое и получил 4 рубля сдачи. Сколько денег осталось у Вити? Составим краткую запись. В первой колонке. Сколько всего было денег? 65 рублей. Во второй колонке. Какова цена товара? 30 минус 4. В третьей колонке. Вопрос задачи. Сколько денег осталось? Ответим на вопрос. Сколько рублей стоило мороженое? Для этого из 30 вычтем 4, получим 26 рублей. После этого действия можно ответить на вопрос задачи. Сколько денег осталось у Вити? Для этого из 65 вычтем 26, получим 39 рублей. Ответ. У Вити осталось 39 рублей. Рассмотрим еще одну задачу. В одном зоопарке живет 29 кроликов, а в другом на 5 кроликов меньше. Сколько кроликов в двух зоопарках? Составим краткую запись. Первая колонка. Первый зоопарк. В нем живет 29 кроликов. Вторая колонка. Второй зоопарк. В нем обитает 29 минус 5 кроликов. Третья колонка. Сколько кроликов вместе? Первым действием узнаем, сколько кроликов было во втором зоопарке. Для этого из 29 вычтем 5. Получим 24 кролика. Вторым действием ответим на вопрос задачи. Сколько кроликов в двух зоопарках? Для этого сложим 29 и 24. Получим 53. Ответ. В двух зоопарках 53 кролика. При решении задач на сложение и вычитание надо придерживаться плана рассуждений. Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? Или нам что-то неизвестно? Что нужно узнать сначала? Зачем и как это узнать? Что будем узнавать после и с помощью какого действия? Получили ли мы ответ на вопрос задачи? К выбору действия сложения или вычитания для решения задачи надо подходить очень внимательно, так как, например, слова на 20 больше не всегда требуют сложения. Поэтому в решении задачи необходимо рассуждение, показывающее, какое действие надо применить. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрели решение задач с помощью сложения и вычитания, а также вывели примерный план рассуждений при решении таких задач.